У меня один хороший знакомый купил гостиницу, она находится недалеко от аэропорта, и я ему говорил, ну ты что, совсем дурачок, ведь она у тебя не будет полноценно функционировать, потому что это не первая линия, до моря надо ехать на маршрутке, либо еще. Он говорит, ну ты знаешь, я тогда буду с внуками туда ездить, со своими отдыхать в эту гостиницу. Понимаете, если сравнивать частные инвестиции в Олимпиаду, то никто не запретит мне купить гостиницу, либо дом и потратить столько денег, сколько я хочу. Если говорить о государственных инвестициях, то они не такие уж большие. Из бюджета потрачено нам, по-моему, там около 100 миллиардов рублей. 100 миллиардов, если разделить на 140 миллионов человек, то получится 700 рублей на человека. Вы бы готовы отдать были из своего кармана 700 рублей для того, чтобы рассказать всему миру правду? Я лично готов был. Поэтому, что такое 100 миллиардов для 10-триллионного бюджета? Это даже не 10%, это сколько? Это 1%, 1% от бюджета. То есть, по-моему, это копейки. Поэтому, когда кричат о том, что потрачены безумные деньги, ну, извините, зачем заглядывать в частный карман? То, что потратили частный бизнес, потратил, да, это никого не интересует. А вообще, это инфраструктура, и здорово, что эти деньги потрачены не на покупку замков, дряхлых замков Великобритании, не на покупку, там, дач на Бали, как я видел, да, у Михаила Сергеевича Горбачева. Прекрасный дворец. Я хочу, чтобы такие дворцы, которые Горбачев проинвестировал и купил на Бали, чтобы они у нас стояли, понимаете, на Черноморском побережье Кавказа. Мне приятно будет находиться среди таких дворцов. Поэтому я считаю, что это очень выгодная инвестиция. Понимаете, во всем мире есть, вот вы занимаетесь видеосъемкой, вы, наверное, слышали, что есть такое понятие локейшн. То есть в Голливуде, если вы собрались снимать фильм, мэр Парижа вам говорит, слушай, парень, снимай фильм у меня, я тебе 20% от сметы фильма верну. Почему он так говорит? Мало того, что вы привезете туда всех звезд в этот Париж, да, будете есть там, пить, гулять, вы еще покажете всему миру Париж. Париж, все увидят этот Париж и скажут, блин, я видел Париж там в этом боевике, я хочу туда приехать. И приедут, это будет выгодно, эти 20% от стоимости фильма, они окупятся. То же самое с Олимпиадой, понимаете, посмотрите, там сейчас бронирование отелей возросло в 10-кратное, там в 100-кратном размере, потому что люди узнали, что такое Россия, хотят приехать в Россию. Раньше их пугали, а теперь они поняли, что их обманули. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому Олимпиады это выгодное дело. Мы заработаем на Олимпиаде денег в будущем. Потом те, кто кричат, что мы там потеряли огромный, можно было по миллиону раздать. Во-первых, врут, нельзя было по миллиону раздать. Можно было раздать по 700 рублей каждому человеку из государственного бюджета. Из частного, ну попробуйте отберите у бизнесмена деньги, раздайте людям. Он быстрее убежит куда-нибудь в Великобританию, либо куда-то в другое место. Поэтому не надо преувеличивать размер инвестирования в Олимпиаду. Он не такой уж и большой со стороны государства.